Знакомьтесь, это живущий в Ухане марафонец Жень Чао. Из-за пандемии он пропустил уже около 800 километров тренировочных забегов за последние три месяца, что приблизительно равняется 19 марафонам. Однако 36-летний мужчина не растерялся и вызвался добровольцем, чтобы протестировать вакцину от коронавируса. Когда я увидел объявление о наборе волонтеров для вакцинации, я не слишком долго раздумывал, потому что постоянно спрашивал себя, чем еще я могу помочь своему городу. Жень Чао трудился в службе охраны Уханского университета и служил волонтером во время всемирных военных игр, которые прошли в Ухане в октябре прошлого года. После вспышки коронавируса он безвозмездно помогал медикам решать вопросы логистики во время карантина. И вот мужчина также добровольно стал одним из первоиспытателей вакцины от COVID-19. Я просто верю, что мы сможем победить коронавирус, как только появится вакцина. Жень Чао – один из 108 добровольцев, которые участвовали в первом этапе испытаний вакцины. В течение двух недель, проведенных в изоляторе, спортсмен не заметил никаких побочных реакций. Когда он увидел, что по соцсетям расползаются сомнительные и пугающие ролики о потенциальном вреде вакцины, он решил снимать собственный видеоблог и подробно рассказывать о самочувствии. Те страшные ролики сопровождались зловещей музыкой, рассказывали о лихорадке, головокружении, головных болях, которые возникают у вакцинированных добровольцев. Хотя сегодня эти добровольцы полностью выздоровели. Конечно, такие видео пугают людей, особенно на фоне напряжения в обществе из-за пандемии. Я понял, что должен развенчать эти мифы и всех успокоить. Сейчас Жен Чао продолжает обеспечивать безопасность Уханьского университета. Сотни студентов все еще находятся в самоизоляции. Спортсмен пропустил очередной беговой мерафон, намеченный на 12 апреля. По его словам, жизнь подбросила всему человечеству новые вызовы. Победа над вирусом потребует поистине марафонских усилий, прежде чем все мы будем ликовать на финише. Василиса Лукашевич, Джо Дзя Синь, CGTN.